всем привет меня зовут наташа и вы на канале замуж в индию сегодня вас ждет очень интересное путешествие в мумбаи в город миллионник город самый что ни на есть контрастов где роскошные дома просто замки соседствуют жалкими трущобами в мумбаи состоится долгожданный шопинг ног по иронии судьбы я вернусь домой без обновок кроме того нам давно нужно было забрать очень важный документ оси карта это как вид на жительство мы раньше очень часто ездили в город на электричках но сейчас из-за пандемии их закрыли до сих пор они не работают но мой муж парам все-таки нашел выход из этой ситуации и нашел самый что ни на есть идеальный транспорт посмотрите пожалуйста сюжет об этом на какой классной машине мы сегодня поедем мумбаи так вот наш водитель да в общем нам очень повезло это машина нам дали просад савант это его машина его личный водитель ну и мы только потратим деньги на бензин на может парам еще что-то даст этому водителю будем кататься целый день на такой удобной комфортной машине ну действительно вот я сейчас спустилась этих горы и не почувствовала рвотный рефлекс у меня не возник это очень классно то что я буду с удовольствием сегодня ехать сейчас я покажу просто дорогу вам покажу дома интересно вот видите да довольно таки чисто да когда едешь по индии обращаешь на это внимание если вы что в каких-то других странах это само собой разумеется то здесь это отмечаешь как приятный факт дорога вообще практически свободная вообще очень мало транспорта сейчас мы вышли из машины боже какая жара здесь и хотим купить сладости угощение для этого офицера который занимался документами оси карт так как вид на жительство просто он нам настолько помог ну он уже устал можно сказать другом парама парам ему вчера позвонил узнать ну все ли там как бы в порядке можно ли приехать так они наверное минут 30 разговаривали обо всем вот и в общем знак как бы благодарности хотим 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 его подарить конфеты сладости индийские вот очень красиво это все выглядит такие прям как мне напоминает суши суши роллы но я бы лучше бы честно говоря съела бы суши роллы чем эти сладости но они конечно вкусные но для меня они слишком приторные слишком сладкие те кто любит очень сладкое те конечно будут в восторге на улице на улице еще вы тоже видите кто-то купил сладость и тут же рядом с магазином кушают парам сейчас пока на пробуется потом купит артур у нас немножко задремал машине так что папа его на ручках вытащил вот это вот вкусняшка я не знаю как она называется это гуджарати гуджарати это из этого штата это нас угощал когда-то этим блюдом бавин сейчас я спрошу парама как называется парам кодезис не им вот и ягодок лайн а лори но в общем если если кто знает переведите пожалуйста вот и самосы то есть вот это вот мне очень понравилось у бавина и сейчас мы хотим купить перекусить и самосы самосы вот тут выглядят очень аппетитно приящие сегодня не завтракала только стакан молока выпила как мы любим с куркумой и с маслом топленым и больше ничего не ела поэтому сейчас хочется артур он бы на мы тебе что-то другое купим это химию мы не хотим давать цену не хочет видите гулабжам не хочет ну вон коробочка видите ее красиво упаковали так а здесь наша еда наш перекус нам надо просто быстрее уже туда с утра попасть и потом мы уже будем свободны нас предстоит большой шопинг вы жалуетесь что парам ходит каких-то застиранных шортах некрасивых футболках так что сегодня будем его одевать чтобы он у меня был красавцем вот наконец-то получил хотя людей посмотрите в офисе вообще нет но один человек перед нами был но пришлось ждать на минут минут двадцать а ну шоу мне вот видите вот этот вот старая оси карт они кэнселт написали то есть он уже не действует а вот новый неё дело в том что вот этот вот оси карт но это как вид на жительство он подвязан с паспортом поняли это очень важно с паспортом вот у нас украинские я его меняла ему артуру прошлым летом и соответственно пришлось в этом году поменять и оси карт потому что номер там одинаковые все получили вы представляете последний раз когда мы были в мумбаи это было больше чем полгода назад где-то в середине марта и приезжали мы как раз по этому вопросу только тогда мы подавали документы тогда уже тоже все только начиналось тоже люди уже в офисе некоторые в масках сидели но никто не думал что это затянется надолго еще с непонятно насколько так теперь идем идем шопинг парам так рад ювэри ювэри глэдфосы да ювэри вон дни уклот спарам парама обожает обожает обновочки я с моим у купим ну хотим футболок ему купить новых же недавно он потерял одну из своих футболок помните на потасовке порвали ему футболку она уже не подлежит ремонту но как говорится гора с плеч теперь уже артур может совершенно спокойно путешествовать по стране и за ее пределами после такого важного дела мы решили отправиться за покупками принарядиться просто у нас в матеране вообще невозможно найти какую-то красивую качественную одежду и даже в городках которые находятся поблизости сделать это крайне тяжело так но и сейчас я вам немножечко поснимаю улицу вы видите магазины все работают людей в принципе немало хотя конечно бывало и больше вот я вам хочу показать идите какие здесь трусишки продаются когда-то я вам сказала что смешные трусы но есть конечно магазины где продается современная европейская одежда в том числе и нижнее белье а вот так вот вот сейчас заходим наш любимый магазин санитайзер санитайзер так сейчас обработаем руки вот этот кстати мне очень нравится привыч парам тухэнд говорю две руки обработай очень хорошее в нововведение дай бог чтобы это прижилось на все время мы здесь обычно покупаем артуру одежду папа раму одежду хорошо что хоть открыт до магазин потому что рестораны до сих пор закрыты что нам сегодня не удастся нигде посидеть придется что-то купить и поесть в машине выбираем футболки артуру ну хочется да вот что-то такое по поспокойнее в то же время чтобы сильно было а здесь вот предлагают предлагают футболки но вот я сейчас для примера вот такого плана видите как с пайетками с блестками how much is this pink 1000 рупий ну боже еще и такие цены парамзис айдон лайк за 1000 рупий такая футболка кугутская выключаем камеру выбираем потому что он видите он не понял что мы хотим я для такого плана не люблю сейчас я сама буду выбирать привяну покрутись покажись в общем стал уже показать более или менее футболки по цене одну то есть это где-то около 500 но где-то даже спорит еще скидка там будет но она там не крути я имею покрутить но не так быстро артур стесняется я вам не снимаю я не снимаю я вот покажу сейчас вот лучше футболки какие вот мы отложили все равно такие вы наляпистые я сниму только когда ты будешь уже одет а вот это мне неплохо ну поправь поправь ну так вообще никого нет в магазине пусто пусто вообще совершенно сейчас еще шорты будем смотреть но я вам скажу что здесь и раньше тоже да как бы не толпились люди потому что это но на рынках где-то много народа а вот но в таких вот более или менее приличных магазинах всегда не не слишком да так много людей но все равно хоть кто-то был бать big сайста это по-моему недорогая там вообще где-то 300 300 рупий это уж нам с самого начала стал за тысячу показать уж мы будем тут миллионеры так а сейчас пришли парам выбирать но и ума страя идун ну хаосы съелок что-то никого нет у нас тут самообслуживание от парам достал выбирает себе футболки артура выбрали очень много там и штаны и шорты рубашки в общем остановились больше на рубашек ах три рубашки в итоге оказалось что ему красивее рубашечном стиле я потом вам покажу вам не стесняется решил скорее тут ни одной женщины нету никого нет почти кому кого стесняться правда то что его могут посмотреть сто тысяч подписчиков давай еще что-нибудь еще померяй смотри артур смотри и помогай папе очень хорошо освежает светленько я я уже сейчас тоже немножко сбилась с моды как может сейчас это все модно это лайк вот очень красиво очень хорошие тоже неплохо на зисо услугу дуб на вере год наконец-то пришел продавец в общем эти эти футболки в районе тысяча тысяча двести вот так такие ценовые парам в восторге вот видите он как начинает ходит в азарт и это он еще хочет парам еще хочет себе шорты он очень любит носить шорты дес парам аймонт лексис дак колор да я говорю цветные не хочу подожди сынок сейчас вот этот вот мужчина нас хорошо знает уже много лет еще с тех пор когда я была беременная он меня помнит потом с артур вообще маленького на ручках еще почти сейчас иногда на ручках у нас в общем и так так каждый год мы сюда приезжаем и он нас уже очень хорошо знает но и он такой да и мужчина запоминающийся видишь дядя говорит что еще закрыты игрушка магазин с игрушками откроется чуть позже понял хорошо артур расслабься расслабься помоги папе выбрать шорты видишь он что-то запутался по то что мы артуру купили хорошо подойдут подойдут именно вот такие вот типа кедики а ну покажи помоги ему парам вот кстати да вот вы часто говорите про резиновые сапоги вот первый раз я увидела в магазине резиновые сапоги но правда девчачьи вот но естественно сейчас уже это не актуально мы покупать не будем вот тут видите разные такие на самом деле да у нас по матерану в резиновых сапогах за все время я видела только одного мужчину который при приехал фотографировать змей ночью у него были сапоги правда выше колен и одежда соответствующие тоже там из брезента профессионал фото ружье ну как бы да актуально а если артур будет носить вот такие вот сапожки то змея спокойно спокойно его укусит выше колена то есть это не защита от змей и от дождя тоже не защиты под нашими дождями ноги в таких сапогах сухими не будут аварина из а у матчет арту к чек хау юфил да многие из вас в комментариях сильно возмущались тем что вся наша семья ходит в резиновых шлепках по лужам шлепает так вот друзья только прожив здесь в сезон дождей вы поймете что вернее даже не дождей а ливни вы сможете понять что такие вот шлепки это самый оптимальный вариант и резиновые сапожки не спасут от здешних ливней проливных дождей и даже от змей змея на самом деле когда атакует настолько высоко поднимается они даже могут подпрыгивать а самые ядовитые змей вообще живут на ветвях деревьев и периодически с них падают вот посмотрите пожалуйста сюжет который мне удалось совсем недавно снять как в рядом с нашим отелем люди поймали и обезвредили очень ядовитую змею это а ядовитая змея вот если с нейк нейм еще раз пурша в общем я сейчас спросила почему же это змея не не убегает не убегает потому что она понимает то есть они объяснили что змея понимает что ей пришел каюк этот мужчина познает как на разбирается в поведении в поведении змей вы видите сколько нас здесь собралось вот это да артур это тень это тень от змея все понесли в лес как я уже говорила ранее змей здесь не убивают а просто относит куда-то поглубже в лес и уверяют том что она не вернется ну что артур страшно было не страшно не боишься змей я бы тоже показал какой я смелый я бы даже и ее на голову повесил я мог бы даже съесть эту змею вот смотрите покупаем авокадо у нас матеране никогда в жизни не продавались авокадо сложно и снимать игра комментировать и следить за ребенком игрушку надо купить артуру какую-то срочно потому что он уже начинает нервничать ему уже надоел этот шопинг и нужно что-то такое купить чтобы он тут же стал играть вот видите он уже открывает ему уже не терпится скучно нудно так я я так и не договорила за авокадо что открывай открывай что я настолько их полюбила они у нас не продаются что мне иногда прям даже сны снились как я ем авокадо представляете себе так что я теперь оторвусь парам целый килограмм купил так все вроде теперь мне надо хоть что-то из одежды купить вам я всегда последние когда уже настроение у всех плохое когда деньги уже потрачены подоходит очередь до меня такие красивые инсталляции но действительно магазин красивые чувствуешь себя тут человеком грузовик давай смотрите тут еще у нас харькове тоже такое есть рояль можно присесть поиграть да обидно сейчас попытались походили по разным магазинам думали может быть где-то другие правила здесь разрешено в течение 30 дней возвернуть вещь вернуть или поменять но как мы сюда в мумбаи приехали первый раз за шесть месяцев то я понимаю что второй раз сюда ехать у нас получится не скоро вот но этих всех ребят скорее всего есть такая возможность дома намериться потом вернуть но я не понимаю вообще этого смысла дома они намеряются тоже тогда повесят эти коронавирусы привезут обратно но чем не лучше бы они здесь бы намерились бы и меньше бы вообще сюда бы приезжали бы да в общем показываем красоты посмотрите какая здесь молодежь то есть но все здесь такие более обеспеченные люди и более культурные чистенько красиво выроскошно вообще внутри просто прекрасно но там мне не разрешили снимать то есть я начала снимать подбежал охранника говорит нельзя снимать и плыть до того что он начал меня говорить о том чтобы я бы удалила видео то что я уже успела снять но я сделала вид что я удаляю но сохранила ну честно говоря мне хотелось именно купить что-то такое брендовое что-то модненькая так хотелось в итоге облом да не буду скрывать я действительно очень сильно расстроилась и к сожалению у нас даже не было времени для того чтобы поискать одежду в каких-то других магазинах попроще ну что мы и так вернулись домой аж пол двенадцатого ночи ну ничего я человек отходчивый и плюс еще эти обалденные авокадо долгожданные мне помогают до сих пор прогнать мою печаль в общем представьте сейчас уже девять часов вечера и только сейчас мы идем ужинать нужно на теле обедать потому что обед мы в принципе тоже пропустили я брала с собой еду из дома для артура брала яйца артуша уснул яйца бутерброды фрукты вот а здесь можно будет нормально что-то горяченькое поесть водитель который не можем разборкать такие картины красивые с индийскими девушками так вот наш водитель тоже тоже будет с нами кушать вот обратите внимание здесь за столиками сидят большими компаниями но в принципе все как обычно все как и раньше а сейчас мне парам сказал что в мумбаи скоро но буквально там я не знаю на днях там через неделю открываются рестораны но с таким условием что за столиком может сидеть только два человека вот так что видите в мумбаи гораздо более строгие правила настолько строгие что мне сегодня не удалось купить для себя обновочки так вот приносят наш заказ суп водитель и парам будут есть суп не знаю мне я что-то не очень люблю индийские супы поэтому я воздержалась нам принесли значит но такая вот лепешка хрустящая сверху посыпано луком и помидорами зеленью очень вкусно такой напоминает чипсы вот наконец-то принесли наши со штором блюдо это курица тоже по-китайски приготовлено и рис с овощами вот а им посадите принесли панир сыр как у нас адыгейский они будут сейчас есть этот сыр с с пати а так и что еще дал да и еще дал но все мои дорогие будем заканчивать но прежде чем попрощаться я напоминаю вам про сайт my india.ru в описании под видео а также я закреплю комментарий с активной ссылочкой на этот сайт так что заходите смотрите выбирайте там очень много товаров прямо из индии очень много новых товаров появилась на этом сайте так что обязательно заказывайте и помните про промокод намасте он дает вам скидочку в размере 6 процентов но все всех люблю целую до свидания пока пока до новых встреч подписывайтесь на наш канал впереди вас ждет еще много всего интересного